Всем привет! Это программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Мы находимся в гостях Центра народной культуры «Миралат». Здесь сейчас пройдет день открытых дверей, посвященный 120-летию памятника архитектуры. Какого именно, расскажет Ольга Хесина. Здравствуйте! Дом купца Халтурина 904 года постройки. Это красно-кирпичная архитектура, стиль и эклектики. Удивительно сохранившиеся до сегодняшнего периода. Мы просто в восторге от этого здания и стараемся его сохранять и поддерживать. Как вам удалось организовать вот именно в памятнике архитектуры, ну, столько различных творческих идей? Вы знаете, идея возникла сама по себе. Мы как общественная организация уже давно существовали и работали с фестивалем «Миралат». И, конечно, когда мы увидели, что здание пустует, мы обязательно приняли решение твердое взять его на поруки. Потому что это не коммерческие, не проездные пути, поэтому нам стало его очень жаль. И мы погладили его и сказали, ну, наконец-то ты нас дождалось, хоть что-то мы сделаем для города. Потому что мы уже давно задумываемся о том лице, образе нашего города, чтобы оно, конечно, приобрело тот прежний вид изначальный. Мечтаем об этом. А как много удалось вам восстановить, реализовать вот в этом здании? Проделана работа очень большая. Первоначально мы убрали прилежащую свалку двухэтажного снесенного дома, выиграли президентский грант и сделали парковую территорию. Очень отрадно, что с нами работает известный скульптор, художник, всеми уважаемый человек города Николай Порубов. Он изъявил желание помочь создать такую команду, которая могла бы научиться его скульптурному мастерству и сделать в этом парке на нашей площадке огромные скульптуры. Уже все согласовано. И парку быть, если команда тоже будет. Сегодня, получается, что будет за мероприятие? Сегодня мероприятие именно посвящено 120-летию. И, конечно же, мы хотели рассказать о каких-то результатах. Хотели познакомить со всеми направлениями, которые у нас в нашем доме существуют. Их более 50. Для взрослых детей всех поколений от 4 до 94 лет, как мы говорим. То есть все найдут свое дело по душе. И также, конечно же, привлекаем всех для добровольческого движения. Оно у нас настолько развито, что каждый человек, никакой человек не останется без дела. Мы просто от младшего возраста до старшего, у каждого найдется свое дело, и мы каждому распределим. В этом поле вечерком, там цветы цветут кругом, среди синих басильков, ждет меня моя любовь. Ромашка белая, и сточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Сейчас мы прослушали фольклорное пение, но вот Галина Яковлевна еще обучает пению аутентичному. Что в нем особенного? Особенного в том, что аутентичное пение – это то, как поют носители, то есть бабушки, дедушки, которых записывают в экспедициях. Вот это основа. А дальше мы делаем реконструкцию вот этой основы. А там уже как, так сказать, как Бог даст. А вот в каких экспедициях, получается, побывали вы? Ну, я была только в одной экспедиции, потому что я начала довольно поздно заниматься, вот, и уже пришла на готовенькое, будем так говорить. Потому что в Новосибирске зачинатели, скажем, они ездили, действительно начинали все это прокапывать, ездили в экспедиции по сельским местностям, да, в деревнях, в селах. Вот оттуда они привозили записи, прям по голосам записывали, по каналам, привозили в центр фольклора, скажем так. Есть новосибирский центр фольклора, вот. И там расшифровкой, так называемой, занимались. Вот. То есть слова записывали в удобном виде. А потом нам уже давали руководители студий или ансамблей уже на занятиях. А сложно обучиться аутентичному пению? Ну, прямо скажем, непросто. Для этого нужно иметь хотя бы два качества. Первое – это обязательно музыкальный слух, потому что в основном акапельно поем, то есть без сопровождения. Вот. А второе – большое желание. Большое желание. Тогда все это можно освоить. Но мелодии там, во-первых, непростые. Вот. У них своя мелодика, своей гармонии, понимаете. Поэтому надо слушать, слушать, слушать и дома работать. А уж слов там очень много, по 40 куплетов, прямо скажем. Крутухах вообще. А чем мелодика отличается? Она более плавная или наоборот? Скажу так. Есть такое понятие музыки, теория музыки – кантилена. То есть это плавное, напевное ведение песни. Так вот, кантилена – это наше все. В фольклоре кантилена – это основа. Вот. Даже когда мы поем частушки, вот, или поем протяжные песни, даже вот этот, так сказать, интервал молчания, и то входит вот в эту кантилену. Понимаете? Вот все это должно быть плавно и напевно. Это наше все. А можете нам продемонстрировать, ну, какой-нибудь кусочек вот этого аутентичного пения? Могу. Ну, реконструкция. Хорошо. Это песня… Вообще, самая сложная песня – это, знаете, протяжные, так называемые проголосные, потому что там очень мало слов и очень много нот. И поэтому некоторые буквы приходится прямо опевать, опевать, опевать. Вот такая песня есть, записанная, по-моему, Платоновки, Новосибирской области. «Скоро-скоро я уеду» называется. Ой, я ее не пела давно, сейчас помню. Скоро я, скоро я, ой, еду, отброшу плато, навыку навсегда. Брошу плато, навыку навсегда, ой, сюда я больше не поеду, ой, забудь, забудь, милой меня. С бийскими казаками мы все время встречаемся на разных мероприятиях. И вот, наконец-то, добрались до их штаб-квартиры, которая как раз находится в доме купца Халтурина. Расскажите, что у вас тут здесь расположено? Я вижу много вообще всего интересного. Добрый день. Ну, первонаперво, это штаб-квартира нашей взрослой организации, то есть бийский казачий округ, станица Бийская. Ну и здесь мы параллельно занимаемся с ребятишками, то есть военно-патриотический клуб. Естественно, антураж, то есть оружие, патриотика, казачество, как бы, чтобы все было в тему, было интересно. Но это оружие, это все представленные различные макеты? Да, конечно. То есть я постоянно уточняю, что это макеты традиционного современного оружия. Все затупленное, чтобы ребятишки могли в руках подержать, никто не порезался, безопасно. Берут в руки, фотографируются, всегда очень популярно это у нас. Как бы у нас мероприятие почти в каждые выходные происходит. Так, ну а давайте расскажем про какой-нибудь макет оружия. Вот это интересно мне. Вот это тоже. Мы сейчас пытаемся собрать комплект снаряжения на 17 век, так называемое, на освоение Сибири. И вот это вот такое страшное ружье, это фитиль, фитильный мушкет. То есть вот это такая штука, это спусковой крючок. То есть получается еще заряжался с дула, поджигался фитиль, сюда порох зажигался, отворачивались и стреляли куда-то в ту сторону. Такое оружие, оно было, мне кажется, не особенно удобным. Да, оно было неудобное, у него не было тогда ремня, все носили в руках. Но это была все-таки очень страшная вещь, очень пробивная. То есть они уже пробивали доспехи. То есть вот после вот таких вот страшных штук перестали делать керасы, потому что бесполезно было. То есть это очень страшная вещь. Могли прям три человека насквозь прострелить, если удачно попасть с одного выстрела. Долго заряжалось, но было страшно. Грохот стоял, местные джунгары этого очень боялись, потому что они тогда огнестрельного оружия еще не знали. Мы в Сибирь приехали и познакомили их с этим. А теперь это Россия-матушка. Здесь у нас расположился шахматный клуб, и Татьяна Золотарева сейчас расскажет, чему вы обучаете, с чем знакомите. Мы даем первоначальное знание, первоначальное знание игры в шахматы. Кто, значит, не умеет, мы учим. Кто не может, кто того заинтересуем, кто не хочет, заинтересуем. И так постепенно дети и взрослые учатся играть в шахматы друг с другом. Я вижу, что здесь на столе у нас ребята играют за какими-то интересными шахматами, они необычные. Да, эти шахматы мы сами сделали своими руками. Это керамические шахматы из глины, обожженные, раскрашенные, лаком покрытые. И еще интересно, это они с сюрпризом, это сладкие шахматы. Значит, если захватывают эту фигуру, они съедают сладкий приз. Детям очень нравится, даже взрослым. А вот сложно такие шахматы сделать самостоятельно? Да, конечно. Это у нас есть керамика, где Ольга Борисовна учит делать всякие посуду, там украшения. И в шахматы можно приходить и делать для себя такие же шахматы. Ну, это шахматы для каких-то особых случаев или повседневные? Да, да. Это шахматы идет как награда. Если дети, значит, уже хорошо умеют играть, они имеют право сыграть в эти шахматы. Мы их называем царские шахматы, сладкие шахматы. На этой локации царит творческая атмосфера. Здесь проходит мастер-класс по интерьерной и текстурной живописи. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете, чему обучаете? Я мастер ручной работы, и мы занимаемся практически всем видом рукоделия, которое только существует. На данный момент, да, мы занимаемся текстурной живописью, интерьерной картины. Что такое текстурная живопись? Чем она интересна? Текстурная живопись интересна тем, что она выполняется обычной шпаклевкой. Берутся простые материалы и делаются вот такие вот красивые картины. Сделать это может буквально каждый. Это несложно, лишь бы было желание. И вот из простых продуктов получается просто великолепные работы, которые не стыдно подарить и повесить дома. Они очень быстро делаются, насколько я знаю? В принципе, да. Но одного мастер-класса, конечно, будет недостаточно, но это делается быстро. А какой применяется ход работ здесь? В текстурной живописи есть два вида. Это жидкая шпаклевка используется. Получаются вот такие полуплоские картины. И есть шпаклевка, которая используется, густая. Получается уже практически барельеф. Это все делается мастихином, бетокистью. Но при небольшом навыке работы с мастихином, получаются очень красивые работы. А проще работать с жидкой или густой шпаклевкой? Не могу сказать, что сложно и там, и там. Просто, чтобы сделать из густой шпаклевки, нужно иметь небольшое пространственное видение, чтобы правильно расположить, например, вот этот вот образец. Но, в принципе, ничего сложного нет. А сначала какой-то рисунок выполняется или это просто вот сразу на глаз? Нет, конечно, это берется какой-то рисунок. Особенно, если человеку сложно что-то сделать вот так вот, как это сказать, не с наскоку, а из головы. Поэтому берется сначала фотография, какая-нибудь картинка. Во-первых, изначально замысел, что вы хотите видеть в интерьере. Затем вы уже ищите подходящую картинку под это. А затем вы уже переносите это на какую-то поверхность и начинаете творить. Как говорил Микеланджело, просто берете и отрезаете лишнее. Мы пришли в мастерскую по оригами. Рядом со мной Лариса Юрьевна Алексеева. Скажите, пожалуйста, я вижу такую красивую башню и все это из бумаги? Да, это искусство оригами, складывание фигурок из бумаги. То есть данная Эйфелева башня, она создана из модульного оригами. То есть каждый модуль, он довольно простой, да, потом просто соединяется вместе и создается какие-то определенные фигурки, изделия. Да, ну здесь вот, для жесткости она проклеена обычно без клея оригами. Ну я вижу, что это какая-то непростая бумага, она с орнаментом, это обои? Да, ну здесь, чтобы фактуру придать, да, это обои, да, можно, конечно, вот простые, да, сделать однотонные, да, какие-то цветные изделия. То есть вот, допустим, кусудам у нас можно подвешить на елку, сделать. То есть вот здесь без клея сделано. Сколько у вас ушло времени, чтобы создать вот такую башню? Ну, я называю ее походной, потому что она была сделана именно в поездках, то есть когда куда-то ехала, да, и обрала, и складывала. То есть, ну, где-то месяца три, наверное, то есть летом делала. Помимо вот оригами, я вижу тут какие-то рисунки интересные. Это что такое? Это сакральная геометрия. Сейчас довольно новое направление, что каждый узор, каждый символ, как бы… Что-то означает, да? Да, определенное у каждого значения. А кто вот это значение, ну, определяет? Ну, это, как бы, изначально были в религиозных обрядах использовали, да, какие-то символы. Просто у нас сейчас, как бы, возрождается это. И в наш современный мир просто более, ну, как бы, это уже как арт-терапия, то есть для гармонизации человеческого здоровья. То есть используются, ну, просто как рисунки, да, когда женщина-человек входит в состояние, медитативное состояние, да, и в этом состоянии просто начинает рисовать. То есть это более, ну, как-то современные, да, такие вот рисунки, то есть это… Ну, это способ снять стресс, да? Да, то есть это даже как своеобразные, вот, как мандалы, да, типа раскрасок, которые сейчас очень распространены. А здесь мы просто, вот эти деревние символы, мы просто привносим в современный мир, да, и создаются уже, как бы, энергетические картины, которые успокаивают, гармонизируют человека. В Центре Народной Культуры Миралат я побывала впервые. Место оказалось очень гостеприимным. Здесь можно найти занятия по душе. А это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Не стойте на месте, всегда будьте в поиске чего-то интересного. Пока! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск мой город» в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Смотрите программу «Я в Бийске» в социальных сетях,